Девушки отдыхают Бейсбол и занимался борьбой. Увлекся единоборствами по наставлению своего деда. Позже стал другом и спарринг-партнером своего земляка Джоша Нира, являвшегося в то время уже известным бойцом ММА. Практиковал бразильское джиу-джитсу, удостоившись в этой дисциплине пурпурного пояса. Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в январе 2005 года. Отправил своего соперника в нокаут на 33-й секунде первого раунда. Дрался преимущественно на территории штата Айова в небольших промоушенах. АПЛОДИСМЕНТЫ Имея в послужном списке 12 побед и только одно поражение, Стивен привлек себе внимание к крупнейшей бойцовской организации мира UFC. И в мае 2007 года состоялся его дебют. Во втором раунде поединка с Дином Томасом он попался на рычаг локтя и вынужден был сдаться. Выступал с переменным успехом. Взял верх на такими бойцами, как Диего Сараева и Коул Миллер. Проиграл Спенсеру Фишеру, а затем нокаутировал будущего чемпиона Рафаэля Дассанниса. Заработав бонус за лучший нокаут вечера. В 2009 году потерпел поражение от Джо Лозена и Глейсона Тибау. Выиграл техническим нокаутом у Джастина Бухольца, вновь удостоившись награды за лучший нокаут вечера. В 2010 году раздельным судейским решением победил Сэма Стаута, получив при этом премию за лучший бой вечера, после чего раздельным решением судей проиграл Мелвину Гелларду. Заработал бонус за лучший нокаут вечера в поединке с Маркусом Дэвисом в 2011 году. Позже единогласным решением судей одолел Дэнни Даунса, но раздельным решением затем проиграл Энтони Петтису. Дэнни Петтису. После поражения от Дональда Сероне и Ива Эдвардса в 2012 году, Стивенс решил спуститься в полулегкую весовую категорию. Субтитры создавал DimaTorzok И это решение принесло определенные успехи. В частности, последовали победы над такими бойцами, как Эстеван Пайан, Ронни Безеро и Даррен Элкинс. В июне 2014 года в главном бою турнира в Сан-Антонио Джереми Стивенс встретился с соотечественником Кабом Свонсоном. Противостояние между ними продлилось все отведенные пять раундов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стивенс затем пригласил Чарльзу Оливейри. Затем победил Денниса Бермудеса. Уступив будущему чемпиону Максу Холлоуэль. Дал вверх над Ринао Барао, получив награду за лучший бой вечера. И проиграл бывшему чемпиону Фрэнки Эдгару. Все-таки желает бороться. Есть! Попадает в зору Джереми Стивенс ногой. И сейчас буквально спасается на опыте Фрэнки Эдгар. Последние секунды пошел вперед, сломя голову уже. Эх, мимо. Идет вперед Джереми Стивенс до последнего. Пытается нокаутировать соперника. Размашистые удары. 2017 год начался с поражения Ринату Корнейру. Лоу-кик в исполнении Стивенса. Пытается догнать соперника. Настигает его, но на отходе пришлось это попадание. Не получилось оно акцентированным. Нельзя вставать напротив соперника, потому что сразу... Вот сейчас хорошее попадание, в том числе по корпусу. Но не удалось прижать. Центр. Джереми напрочь забрал центр октагона. Еще раз поджимает и промахивается дважды причем. Продолжает прессинговать Стивенса. Неплохой джеб навстречу в исполнении Корнейру. Чуть больше 30 секунд до окончания боя. И двойку вбивает буквально в голову Стивенса Ринату Муйкано. И победа достается Ринату Корнейру. Однако затем одержал три победы подряд над Гилбертом Мелендесом, корейским Зомби и Джошем Эмметом. Причем в этих трех поединках заработал два бонуса за лучший бой вечера и один бонус за лучшее выступление вечера. Победная серия Стивенса прервалась только в июне 2018 года. После встречи с бывшим чемпионом Жозе Альда, который нокаутировал его в концовке первого раунда. 2 марта 2019 года на UFC 235 он столкнулся с забитым Магомед Шариповым, где Забит одержал уверенную победу единогласным решением судей. Нет, я так не сказал, просто никто не ждет его следующего боя с нетерпением. Безусловно, он хорош, но когда его тренер Марк Генри начинает говорить о нем, как о следующем, я, блядь, не знаю ком, а как тебе удар ногой с полным разворотом? Круто, жаль, не попал. Господи, это что-то. Такая скорость. Он с такой скоростью пробивал раундхаус кики по корпусу. Скорость света просто. Удивительно, редкий талант, редкий. И очень технично все, так четко. Не пошел в размены, не пропустил. В 2016 году Джереми Стивенс снялся в подкасте Джо Рогана. Предоставляю вам отрывок из подкаста, озвученный каналом Popeye Sailor Space. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok